Музыка 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 Я участвовал как судья. Я думаю, что принимать участие в этих мероприятиях молодежи приятно. Нет свободного времени, все заняты, все нацелены. Такая активная работа идет. Какой-то заводской патриотизм. Каждая команда болеет, естественно, за себя. День начинается в 7 часов утра, поскольку я по утрам бегаю на зарядке. Я вижу, молодежь собирается у нас активно. В основном Северский трубный завод и Сейнарский. Два коллектива выходят на зарядку. И как в старые добрые времена, в пионерских лагерях утренняя зарядка. Вот нечто подобное организовала молодежь с хорошим сопровождением, с шутками. Но думаю, что с утра создается такой настрой на хорошую работу и на хорошее настроение. Думаю, что наша команда КВН, молодежная, которая тоже здесь, готовится. Думаю, что она, естественно, под завершение этого серьезного мероприятия нашего форума создаст для всех участников прекрасное настроение. Потому что квалификация нашей команды КВН, она очень высокая. И они занимаются постоянно, играют в федеральной лиге. Поэтому тоже готовятся. Делегация нынче наша многочисленная. Мы всегда смотрели на Волжский трубный завод, когда они приезжали большим коллективом. Мы в этом отношении были скромны. Нынче мы практически участвуем во всех секциях. В некоторых секциях у нас несколько специалистов. Это позволительно. Участвуем в спортивном мероприятии, участвуем в КВН. Думаю, что заводская делегация сегодня более 70 человек. В целом, в этом году форум вообще многочисленный. И холдинг группы Синара и группа ТМК, они постоянно разрастаются, появляются новые предприятия. И представлены иностранные дивизионы. Приятно смотреть, что наша многонациональная компания сегодня собрала здесь молодежь. И молодежь общается между собой, задают вопросы, интересуется, как у них, получает ответы. Это некий обмен опытом. Я рад, что такое мероприятие проводится. И думаю, что у молодежи оно вызывает особые эмоции, оставляет неизгладимое впечатление. И уже сегодня они думают, что вот на следующий год я подготовлюсь еще лучше. И, естественно, защищу достойно честь молодежи Северского трубного завода, ну и коллектива в целом. Это наш имидж, это наше будущее, это наши будущие руководители. И очень бы хотелось, чтобы они состоялись. У нас прекрасная молодежь, потенциал у всех есть. Значит, и, естественно, когда человек находится в этом возрасте и несколько раз участвует в таком форуме, он с каждым годом совершенствуется, он становится увереннее, он формируется как руководитель. Михаил Васильевич, ну, чуть подробнее хотелось бы поинтересоваться Вашим мнением, Вашим впечатлением от научно-практической конференции. Может быть, есть конкретные примеры тех докладов, которые Вам особенно понравились, которые Вы особенно отметили бы? Вы знаете, я еще расскажу, что я послушал почти все доклады на предварительном этапе подготовки. Естественно, на том этапе я давал некие советы, значит, обращал внимание, что есть главные задачи, которые поставлены были на совещании руководителей компании, значит, перед каждым заводом. Ключевые моменты, которые обозначены для каждого завода, что надо опираться на них, что надо ссылаться на них, потому что тема, которую разрабатывал тот или другой специалист, она так или иначе была связана именно с выполнением этой задачи. Отметить кого-то конкретно, я скажу, что, ну, все, все готовы, и у всех актуальная тема, будь то столеплавильная секция, будь то секция трубосварочная, секция прокатного производства, или наши экологи, прекрасные доклады, практически у всех. Я даже не могу кого-то выделить. Любой из них потенциально претендует на призовое место. Все зависит только от того, сумеет он совладать со своими эмоциями, уверенно, с радостью от проделанной работы, с удовольствием от полученного результата доложить. Я думаю, что здесь эмоции больше играют, чем тема, потому что в целом все заводы готовятся, значит, ну, а наши специалисты особенно. Я на этапе подготовки, значит, видел, как они серьезно к этому относятся. Думаю, что каждый из них имеет потенциал, который может выразиться в призовом месте. Ну, еще несколько слов о значении вот этого форума. Ведь он особенно значим, вот на мой взгляд, именно для полевчан, для небольших городов, для небольших представительств компании, не московских, не столичных, а именно, ну, если сказать, провинциальных. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, у нас очень правильные акционеры. Точнее сказать, акционер, председатель совета директоров, Дмитрий Александрович Компьянский, он это дело затеял, и он на протяжении многих лет, уже 13-й раз собрался в форум, значит, делает это для того, чтобы посмотреть на молодежь. Он сам принимает активное участие, он понимает, что, решая эти вопросы сегодня, мы делаем наше будущее. Будущее, оно делается именно сегодня. И делается именно благодаря тому, что мы сегодня формируем специалистов, мы их обучаем, мы им даем возможность показать себя. Значит, и акционер, когда встречался с коллективом, вы слышали, он сказал, мне этот форум нравится, я люблю здесь бывать, я понимаю, что это такое, и понимаю значение таких мероприятий. Ничто просто так не делается акционерам. Это делается все с дальним прицелом. Потому что многие люди, многие молодые люди, которые участвовали в первых форумах, они сегодня работают на ключевых постах руководителями. Есть и у нас такие руководители. У нас директор службы качества в прошлом активно участвует в всех этих форумах. Много я могу назвать молодых людей, которые стали после этих многолетних участий, значит, когда они формировались как специалисты, росли в карьерной лестнице, стали хорошими руководителями. Поэтому главная задача этого форума, конечно, увидеть на каждом заводе потенциал, значит, кого-то заприметить, кого-то пригласить потом работать в компанию. Но, правда, меня иногда обвиняют, что вот с северского завода никто не едет работать в Москву, не хотят, не хотят на Волгу, не хотят в Таганрог. Я всегда говорю, что, наверное, сегодня комфортно живется и работает в нашем городе, на нашем заводе. Потому что мы действительно с вами стараемся создавать условия, в которых работать приятно. Это и культура производства, это и обновление технологий, это создание условий для карьерного роста, это социальный оттенок нашей жизни, когда мы решаем с вами все социальные вопросы, удовлетворяя свои потребности. Мы строим жилье, мы помогаем, если есть проблема с детским садом, мы помогаем повысить квалификацию, направляя на обучение. Мы практически делаем все, чтобы наша молодежь могла реализоваться. Реализоваться профессионально и, естественно, удовлетворить свои социальные потребности. Наверное, поэтому и не хотят ехать на другие заводы. Я думаю, что это тоже, как бы, наша гордость. Раз не хотят, значит, здесь нравится. Мы продолжаем системно работать в этих направлениях. И я думаю, что, конечно, надо особо ярким личностям подниматься и повыше, идти на уровень компании, брать на себя более высокую ответственность. Ну, кто-то, наверное, у нас пойдет туда. Есть там наши посланники, работают сегодня. И из этой молодежи, которую мы сегодня видим, наверняка некоторые из них будут работать в составе компаний управляющих, а не только на заводе. И дай бог, чтобы это было так. Надо, чтобы предела карьерному росту не было видно. Вырос на заводе, пойди работать в компании. Потому что благополучие завода – это, естественно, основа благополучия компании. Ну, а благополучие компании в целом – это, естественно, благополучие завода. Именно благодаря тому, что мы работаем в такой большой дружной семье с огромным промышленным потенциалом, именно потому что мы компания номер один трубная по объемам производства, значит, это позволяет нам решать вопросы развития. И на примере нашего завода мы же понимаем, насколько мы перевооружились за последние 10-12 лет. Мы создали наилучшие доступные технологии, и мы создали как раз ту основу, благодаря которой молодежь развивается. Вместе с развитием технологий развивался и трудовой коллектив. Поднимал свою квалификацию, получал дополнительные компетенции. А мы для этого с вами первые, наверное, в компании построили прекрасный учебный центр профессионального образования, в котором можно повышать квалификации, получать дополнительные компетенции. Вот скоро состоится открытие корпоративного университета. Я видел программы, по которым предполагается работа университета. Все нацелено на то, чтобы наша молодежь с каждым годом была наиболее квалифицирована и получала дополнительные компетенции, становилась настоящими металлургами, настоящими трубниками, чтобы имели не только профессию, а имели имя в этой отрасли, в которой они работают. – Михаил Васильевич, последний вопрос. Вот мы много интервью записали в рамках форума, и многие жалуются, что график составлен так плотно, столько интересных и ярких событий, непременно на которых нужно побывать, что даже нет времени не то что покупаться, а посмотреть на море. Вам удалось посмотреть на море? – Вы знаете, я вчера из-за окошка, когда мы совещались, видел море. Вы знаете, что параллельно этим молодежным мероприятиям директоров собирает для того, чтобы посмотреть итоги этого года предварительно, решить те проблемы, которые необходимо решить для успешного окончания этого календарного периода, и серьезно посмотреть на 2018 год. Постановка задач, анализ. В общем, мы интенсивно работаем, поэтому я, к сожалению, в этом году не имел такой возможности посмотреть побольше мероприятий в секциях и заняться какими-то делами типа отдыха, нет времени. Вот сейчас я посмотрел футбол, видите, фирменной футболки, все. Значит, и еще два совещания. Вечером я уже возвращаюсь домой. Завтра есть вопросы, которые надо решать в Екатеринбурге. – Михаил Васильевич, спасибо вам за то, что нашли время и возможность дать нам интервью. Удачной вам дороги. Счастливого возвращения в родной Полевской. – Я думаю, что прежде всего мы еще раз пожелаем успеха нашим молодым людям. Завтра подведение итогов. Я думаю, что мы будем знать истинную, значит, уровень выступления наших молодых специалистов. Надеюсь, что это будет обязательно в целом призовое место. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова